Приветствую моих зрителей! Сегодня я хочу поговорить с вами о термоизоляционных материалах. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о термоизоляционных свойствах камыша. Камыш, известный многим, издавна использовался человеком для строительства в качестве утеплительного и термоизоляционного материала. Но в строительстве, как правило, человек использовал лишь стебель этого растения. Мое же внимание привлекли термоизоляционные свойства его соцветия. Вот я сорвал одно из соцветий камыша, распространенного по всей Херсонской области Украины. Чем же меня так удивили его свойства? В одном из моих предыдущих видео я соорудил примитивный обогреватель, используя инфракрасную пленку и лист уплотнителя с термоизоляционными свойствами. Оптимальная рабочая температура этой пленки, как заявляет ее производитель, составляет 50 градусов Цельсия. Но, как показали мои эксперименты, при открытой поверхности этой пленки, ее температура не превышает 40 градусов. Я пришел к выводу, что данная обогревательная система замечательно подходит для сушки грибов, овощей, фруктов. Когда я на улице сорвал вот это вот соцветие, оно было слегка влажным. Я решил его подсушить на поверхности этой пленки. Соответственно, я положил его в это место. И через некоторое время температура под пленкой настолько увеличилась в этом месте, площади, покрывающей этим соцветием, что материал, который я использовал для подложки, проплавился от температуры и сплавился с пленкой. Именно в этом месте. Вот в этом месте инфракрасная пленка за счет контакта по площади этого соцветия камыша за счет повышения температуры сплавилась с этим утеплительным материалом. И вот теперь я собираюсь повторить этот эксперимент. В этом мне поможет вот это термореле, которое я буду использовать в качестве электронного термометра. а также для проверки экранирующих инфракрасное излучение свойств я вырезал из фольгированного уплотнителя аналогичный по плоскости кусочек. И, соответственно, само соцветие из камыша. Итак, приступим. Я помещаю термопару сначала на поверхность инфракрасной пленки. подключаю питание инфракрасной пленки в сеть. температура начинает возрастать. подождем, пока температура стабилизируется. температура по показателю термореле колеблется между 38 и 37 градусами. Теперь же я попытаюсь накрыть термопару термореле для начала вот этим вот экранирующим материалом. зеркальной стороной я накрыл термопару и наблюдаю за изменением температуры. вот температура уже поднялась до 40 и начинает стремительно возрастать. излучение инфракрасной пленки отражается от фольгированного уплотнителя. тем самым активно разогревая термопару и площадь участка накрытого этим уплотнителем. вот уже температура поднимается до 50 градусов Цельсия. во избежание выхода из строя этой пленки я раскрываю термопару Поверенность стала теплая но сама пленка не вплавилась от 50 градусов в уплотнитель в уплотнитель в уплотнитель температура на поверхности начала полежаться подожду пока температура опустится до средней температуры всей поверхности инфракрасной пленки температура на поверхности инфракрасной пленки стабилизировалась в пределах 40 градусов теперь я накрою термопару соцветием камыша на поверхность температура подожду до тренировки улажает соцвет на поверхности надежной Хотя я и плотно не прижимался к плоскости инфракрасной пленки, температура начинает стремительно возрастать. Несмотря на имеющееся между отростками соцветия, пушинками и семенами воздушное пространство, температура нарастает очень активно. Я бы сказал, что даже активнее, чем при том, когда я его накрыл экранированным фольгой-уплотнителем. Во избежание порчи моей инфракрасной пленки я убираю соцветия с термопары, так как температура уже перевалилась за 58 градусов Цельсия. В следствии моего эксперимента я пришел к следующему выводу. Что этот пух, покрывающий семена камыша, вполне можно было бы использовать в качестве альтернативной замены лебяжему пуху. В различных ветровках и куртках. Надеюсь, вам было интересно и познавательно мое видео. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!